Доброго здоровья! И сегодня мы попробуем новую книгу, которая называется «77 дней с пришельцами». Её автор Михаил Ельцин. Его начало мне показалось интересным, и даже очень. Поэтому я предлагаю вам его зачитывать, и вы по отзывам, по значкам «нравится» и «не нравится», и по количеству просмотров дадите мне понять, стоит ли мне продолжать дальше вам её читать. Итак, начинаем. Где, когда и как родились пришельцы? Кто их родители? Какова анатомия пришельцев? Эти и десятки других вопросов, в общем-то, частные. Все они – следствия главного вопроса – есть ли пришельцы вообще? Кто их видел? Какие существуют свидетельства? Как правило, пришельцами мы называем тех существ, которые не имеют в себе подобных среди известных науки животных и людей. Они отличаются от людей ростом, внешностью, особыми качествами и возможностями, и, конечно, намерениями. Они неустойчивы во времени, не поддаются анализу и поэтому наукой не зарегистрированы. Официальная наука вообще относит их к сфере мистики. Но эти мистические существа за последнее время настолько развили свою активность, что заставляют с собой считаться. Выводят из строя самолёты, делают беспомощными корабли и их орудия, обесточивают электрические цепи, останавливают двигатели и так далее. Доказательств этому было видимо-невидимо, и здесь мы их приводим. Некоторые факты, подтверждающие существование пришельцев, мы приводим в брошюре «Смерть пилотов НЛО». Издательство ЦК КП Киргизии, 1990 год. Неизвестно, где, когда и как родились пришельцы, однако есть достаточно веские основания предполагать, что они существовали всегда. Только если раньше их считали сверхчеловеческой силой, находящейся вне человеческого понимания, то сегодня эта сила требует к себе самого серьёзного внимания. Первыми это осознали военные. Недаром НАТО, НАСА, ФБР, ЦРУ, КГБ и Министерство обороны СССР давно и профессионально занимаются этой проблемой. Прямым свидетельством серьёзных намерений военных является нашумевший случай в пустыне Калахари, где войсками Южноафриканской республики в мае 1989 года был сбит НЛО, а его пилоты взяты в плен. О том, что этот факт действительно имел место, свидетельствует документы межконтинентальной исследовательской сети в отношении галактических УФО кораблей. А также ответ на запрос спецкорреспондента Среднеазиатской и Казахстанской коллегии уфологических наук Сукуфона Н. Лебедева в Министерство обороны СССР, в котором подтверждается, что в указанное время в данном месте, где упал крупный объект, никаких аварий с советскими спутниками не происходило. Немаловажно также и сообщение президента Сукуфона М. Л. Попович, инженера-полковника, летчика-испытателя первого класса, которое, будучи в Германии, лично беседовал с пилотом вертолета, участвовавшим в операции по пленению пришельцев в Калахари. Можно не верить в существование пришельцев, но нельзя не верить заявлениям М. Л. Попович или официальным лицам Министерства обороны СССР, равно как и документам И. Куфона, крупнейшей межправительственной организации, занимающейся проблемой НЛО. Какие у нас основания не доверять им? Итак, пришельцы есть, как бы они ни назывались. Поэтому, когда с Сокуфон стали поступать сигналы о частном появлении кораблей пришельцев в высокогорной зоне массива Ак-Ширак, то что на Тяньшане, коллектив Сокуфона решил предпринять экспедицию в этот район. Она длилась 77 дней. Первая глава. Таинственные незнакомцы. Факты появления пришельцев были достаточно тревожными. Местные жители находились в смятении, не знали, как реагировать на непрошенных гостей. Например, в феврале 1990 года на одной из шахт горный мастер в ночную смену выкатил на поверхность тележку с породой. Луны не было. Но еще из штольни было видно, что местность освещена каким-то розовым светом. Свет необычный. В его лучах виден каждый камушек, каждая песчинка. Не каждый день горный мастер видел такое. Когда вагонетка оказалась снаружи, люди увидели над склоном горы, в недрах которой они работали, большой объект цилиндрической формы. Свет от него освещал местность и как будто пульсировал. Готовый взорваться. «Ложись!» – крикнул мастер. Люди, испугавшись, пригнулись. Но ничего не произошло. НЛО некоторое время повисел, затем поднялся и скрылся за горой. В мае этого же года главный инженер геолого-разведочной партии ГРП А.А. Аленбаев наблюдал вблизи пика имени Собнаркома, где расположена штольня номер один, шаровидный НЛО. Из корабля пришельцев били два прожектора и шарили по склону горы. Свидетелем этого случая одновременно стали ЛВ «Березовая» и шофер ГРП, которые помнят до мельчайших деталей, как шар перемещался по траверсу, словно выискивая что-то среди скал и снегов. Людей не покидало чувство страха, однако они продолжали наблюдение до тех пор, пока пришельцы не скрылись. В течение полутора часов 14 апреля 1990 года наблюдало НЛО, который переливался цветными огнями В.Н. Кузьминых. Объект разделялся на несколько частей, затем снова сливался воедино. Он был похож сначала на шар, потом на цилиндры и висел, между прочим, над тем местом, где в недрах горы работали люди. Неоднократно наблюдал объекты пришельцев-геолог С. Воротников. Особенно впечатлял объект, виденный им над Арабелем. С другой стороны, когда мы отмечали пограничные документы и получили инструкцию в Прижевальске Киргизской ССР, офицеры высокого ранга, не сговариваясь, показали на массив Акширак, как на наиболее часто и активно посещаемый неотождествленными летающими объектами. Сообщали об объектах пришельцев и альпинисты, для которых массив Акширак был хорошим полигоном. Короче говоря, у сакуфона были веские основания выехать в эту зону. И если операторы-уфологи выезжали ранее на одиночные сигналы и расследовали случаи наблюдения или контакта с пришельцами, то здесь эти сигналы из указанной зоны заставили операторов серьезно готовиться к встрече с представителями иной сферы сознания. Глава вторая космонавтов готовит не только в звездном. Если бы мне, как руководителю экспедиции, было и неизвестно, что происходит в зоне воздействия НЛО с человеком, то экспедиция бы не состоялась. К счастью, у меня уже был некоторый опыт работы в зонах воздействия иных сфер сознания. Начиная с 1983 года, когда мной была организована экспедиция на Памир, члены которой впервые смогли осуществить связь с иной сферой сознания, и последующие годы позволили на основании практического опыта выработать специальную программу подготовки наземных космонавтов. В Сокуфон приходит много писем, особенно от молодых людей и девушек, которые просят принять их в состав экспедиции. Они пишут, что готовы на все, на любую работу. Они предлагают отдать свои сбережения, бросить службу, забыть на время даже от своих детях. Такое самопожертвование очень подкупает, но его недостаточно для участия в экспедиции. Мы ценим высокие порывы, но, к сожалению, энтузиазм у людей убавляется, когда они узнают, какие жертвы им придется принести для этого. Принести для того, чтобы стать по-настоящему полезным экспедиции и избежать опасности быть травмированными физически или психически. Сказать, что подготовка к экспедиции в зону активного действия НЛО занимает минимум 10 месяцев честной работы над собой, значит почти ничего не сказать. И пусть не обижаются на меня те, которым было отказано, несмотря на имеющиеся у них внешние качества, которыми обладают люди, начиная от применения силы по всем параметрам и кончая применением знаний по всем параметрам. Все это может быть неплохим приложением, но подготовка предполагает обязательное соблюдение новых, непривычных для человека дисциплин, которые могут быть сравнимы лишь с дисциплинами для подготовки космонавтов. В противном случае контакт может не состояться и впустую окажется прогулка. Человека могут вырубить физически или психически. У него может поехать крыша. Чтобы этого не случилось, а главное, чтобы получить нужные результаты, будущий участник экспедиции, помимо поиска соответствующей экипировки, должен пройти специальный курс на сталкера. Что предполагает курс? Во-первых, знания по теории и истории уфологии, которые базируются на документальной информации. Во-вторых, абитуриент должен пройти обязательный курс дистилляции по трем параметрам физическому, психическому и сознательно-конструктивному. Дистилляция физического тела предполагает полный отказ от употребления алкоголя, наркотиков, курения, сохранения энергии и переход на специальную диету с отказом от мяса, рыбы, острых приправ и других пищевых продуктов, которые зашлаковывают физическое тело. Немногие пойдут на такую жертву. И на практике показывают, и практика показывает, что люди, не соблюдавшие специальные диеты, в зоне воздействия НЛО оказываются либо парализованными, либо их начинают корчить, как будто они прикоснулись к оголенному электропроводу. Это происходит потому, что их тело не в состоянии пропустить через себя другие, более высокие, непривычные для организма частоты. Почему, например, нельзя будущему уфологу есть мясо? Для этого есть основания в виде нескольких причин. Первое. Оказывается, в космосе существует закон космической морали, который не позволяет строить и продолжать свое существование за счет прекращения существования других существ. Иными словами, жить самому, обрывая жизни и поедая другие существа, считается неразумным животным существованием. И тот, кто в этом отношении оказывается на неразумном уровне, не принимается во внимание. Второе. Физическое тело человека, помимо своих тканей, из которых оно состоит, имеет еще энергетическую схему. Энергия, протекающая через тело человека, позволяет ему держаться вертикально. И схема эта отдаленно напоминает схему радиоприемника высокого качества. Если в этом человеко-радиоприемнике от природы заложено в какой-то части схемы сопротивления, равная 3 омам, то при употреблении в пищу мясо эта часть тела зашлаковывается, выключается, возникает пробка, сопротивление, которое равно уже не 3 омам, а в тысячи раз больше. Понятно, что при замене номинала в принципиальной схеме этот радиоприемник уже не будет работать. Он будет гудеть и перегреваться. И те, кто не успел перед экспедицией пройти период дисцелляции своего физического тела, на практике ощутили, как их тело не только гудит, но оно начинает форменным образом трястись и дрожать в потоке иной энергии. Рафинированная же, то есть нормальная физиология, не зашлакованная мясными продуктами, свободно пропускает поток иной энергии без болевых или неприятных шоков для организма. Третье. Как известно, тело человека пронизывает солнечная и космическая энергии, которые и обеспечивают его жизнедеятельность. Наибольшую пользу совокупная энергия приносит в первичном чистом виде. Будучи усвоенная травой, она уже вторична. Трава, которую поглощает и переваривает корову, несет лишь остатки третичной части. И, наконец, убитое животное, употребленное в пищу человеком, уже не содержит никакой чистой энергии. Четвертое. Мясо убитого животного содержит информацию о смерти. Информацию о смерти. Когда животное забивает, все его существо переживает неповторимый ужас смерти. Каждая клетка животного записывает в последний момент в себя эту информацию. При употреблении в пищу мясо убитого животного эта информация усваивается и воспроизводится человеком, человеческим организмом. Подобно таблетке, пища, растворяясь, в организме усваивается, а вместе с ней усваивается и чувство страха. И если человек усваивает чувство страха от животного, то у вегетарианца нет того ужаса перед смертью, который имеет мясоед. Вегетарианец не так агрессивен. Спросит, откуда взять силы человеку для физической работы? Посмотрите на лошадь, она мясо не ест. Но разве она слаба? Психическая же дистилляция предполагает добровольный отказ от привязанностей для последующего взлета. Иные сферы сознания будут впоследствии отнимать у абитриента любимые ценности, ибо они привязывают. Привязанность лишает человека свободы, а несвободный человек не нужен в космосе. Не каждый человек способен перенести решение. Такая перестолька психики не нужна ему. А нам не подходит такой человек. И, наконец, дистилляция мышления. Она заключается в такой чистоте мышления, на которую практически не способен рядовой человек. Мысли человеческие легко расшифровываются, они просто читаются пришельцами. И если ваша мысль больна с осуждениями других, то необходимо научиться не судить других, ибо судить может иметь право только совершенные знания. Несовершенные же судят несправедливо. Это большой труд. Трудно для многих, например, оказывается видеть в женщине человека разумного. Многие из мужчин во встречных женщинах видят только предмет полового обладания. Эта мысль четко зафиксирована у них. Такая форма мышления нуждается в тщательной дистилляции. Культура мышления заключается в строгом контроле за своим сознанием. Сначала этот контроль труден, но так же, как для начинающего водителя, затруднен контроль за дорогой. При регулярных занятиях и желаниях этот контроль в результате практики превращается в самоконтроль и становится автоматическим. Высокое качество мышления, как и вождение автомобиля, заключается не только в том, чтобы оперативно разрешить ситуации, возникающие на дороге, но и в том, чтобы не облить прохожих грязью. Абитуриент-уфолог должен также пройти курс и по технике безопасности при входе в иное состояние окружающей среды и СС и при выходе из нее, а также знать правила поведения внутри среды. Эта техника безопасности не имеет ничего общего с производственной и если при нарушении последнего человека ждет, например, удар током или ожог, то несоблюдение техники безопасности и в ИСС может окончиться тем, что он может навечно застрять там и не вернуться или же оказаться психически травмированным. при всем прочем будущий исследователь НЛО должен пройти на практике курс психической саморегуляции, без которой в зоне работать невозможно. Здесь, по-видимому, нет смысла проводить всю методику подготовки, которая более подходит для специализированных журналов, чем для рассказа об экспедиции. Краткое изложение было необходимо, так как люди думают, что побывать в зоне А равносильно посещению остросюжетного кино, но это заблуждение. Проникнув в сферу воздействия иных сфер сознания, человек может дорого поплатиться за свою дерзость. Именно поэтому пришельцы и выбирают подобные зоны в труднодоступных местах нашей планеты, потому что знают силу и возможности своего воздействия. Они оберегают людей от ненужного вмешательства в их дела. Так называемая таинственная шамбала недоступна ни вершинами горных цепей. Альпинисты в наше время могут достигнуть любых высот. Она недоступна своей энергетикой, не пропуская подготовленных людей в запретные регионы. Можно предположить, что несмотря на все запреты в зону А могут все-таки ринуться десятки любопытствующих. Более того, туда устремятся и различного рода дельцы, любители легкой наживы, как это произошло в известной Пермской зоне. Тяньшаньи, мы решили пока не раскрывать координат зоны А на Тяньшане для блага самого же человека. Трудно было поверить, что при таких сложных условиях приема и подготовки Сокуфон все же соберет коллектив экспедиции, однако не только собрал, но и выбрал нужных специалистов. Этого требовала проблема. Неизвестное необходимо было исследовать при помощи представителей различных отраслей знаний. В экспедиции приняли участие офицеры МВД, офицеры ВВС, военные врачи, специалисты по психической регуляции, экстрасенсы, геологи, уфологи, инструкторы-альпинисты, мастера спорта, педагоги, кино и фотооператоры и другие специалисты из Бишкека, Алматы, Ленинграда, Тамги, Канта и других городов. Большинство из них являются выпускниками факультета уфологии суккуфона первыми уфологами в Средней Азии и Казахстане. По окончании экспедиции им были вручены официальные удостоверения, дающие право на исследование мест посадки НЛО в различных регионах нашей страны. Третье. Путь в неведомое. Оснащение экспедиции было довольно скромным и не потому, что не было средств на ее экипировку. Спонсоры предлагали нам взять все имеющиеся у них приборы. Мало того, Фрунзенский политехнический институт, например, предлагал сконструировать и изготовить по нашему заказу любую схему безвозмездно. Либо ученые были также заинтересованы в результатах. Но мы оказали недоверие приборам, потому что, во-первых, человек, работая в зоне, вместо того, чтобы общаться с пришельцами, общается с приборами. Во-вторых, диапазон прибора оказывается настолько ограниченным, что не может показать истинных характеристик НЛО в силу того, что просто на них не настроен. В-третьих, прибор будет фиксировать только то, что запрограммировано при его создании. На основе известных знаний не зафиксирует неизвестное. Иными словами, земной прибор будет показывать то, что может, но не то, что есть. И на этом уровне очевидца сплошная дезинформация. Например, радиометр показывает отклонение следовательно, есть радиоактивность. В экспедиции было несколько фото и кинооператоров. Фото и киноаппаратов. Магнитофон, радиоприемник, магнитометр, оптические приборы, бинокли и другое снаряжение. Полностью были представлены лишь альпинистская экипировка, одежда и запас продовольствия, горючего и примусов было достаточно, но по неизвестной причине шмели или брусы выходили из строя один за другим и не потому, что они не умели пользоваться. Отказавшись от технического оснащения, люди смогли сосредоточить все свое внимание на непосредственном изучении законов связи и контакта с иными сферами сознания. Видимо, такого контакта ждал и иной разум. Кто же будет вступать в контакт с железками, да еще в весьма ограниченном диапазоне? Мы знаем, что нас могут критиковать за это. Пусть у каждого свой метод работы, и я применял его уже не раз и успешно. Какие цели заставили людей готовиться по столь сложной системе? Достигнуты ли были эти цели? Коллектив, который намеревался осуществить экспедицию, сам составил ее программу, определив достаточно четко и свои цели, и вытекающие из них задачи. Для достижения связи с энергетическими структурами, называемыми в просторечии НЛО и в цели осуществления энергоинфляционного обмена с этой формой жизни и разума в окружающей нас среде, а также для продолжения практики будущими специалистами-уфологами, экспедиция программировала выполнение следующих задач. Регистрация всех видов аномальных явлений в предполагаемой зоне воздействия НЛО на окружающую среду в районе массива Акширак, а также в геопатогенных зонах с обязательной фиксацией каждого явления в коллективной полевой рабочей дневнике экспедиции, осуществление постоянных психофизических наблюдений и самонаблюдений с последующей корреляцией их на диспетчерском часе. Проведение эксперимента по осуществлению возможностей контакта коллективного сознания с экспедиции с иной сферой сознания в окружающей среде. Исследование и фиксация энергоинформационных законов контакта, их морально-этической основы и параметров для связи. В случае появления НЛО регистрация объекта всеми возможными способами визуально, фото, радио, поведение приборов, изменение психомоторных реакций человека, поведение биоиндикаторов. Попытку осуществления связи с последующим обменом информации с объектом регистрация полученной информации при осуществлении контакта, а также в случае возможного приглашения посещения иных сфер сознания фиксация осознанных телепатом или телепатем в случае появления энергофантомов или биороботов быстрая оценка ситуации и попытка фиксации их на фотопленку в случае опасности реагирования коллективной волей попытка вступления с ними в контакт на добровольном принципе строгий контроль за эмоциональным и этическим микроклиматом экспедиции анализ неадекватного поведения ее членов вызванного возможностью их возбуждения наведенным посторонним полем осуществление сеансов коллективного мышления на заданную тему наблюдение за реакцией окружающей среды по всем возможным и доступным параметрам в том числе даже для изменений даже за изменением микроклимата и погоду в микрорайоне где работает группа постоянная фиксация сознания сконцентрированным и направленным к иным неизвестным формам организации и разума информам в целях возможного сеанса обратной связи и обмена информацией систематическая ночная фотосъемка окружающей среды для проявления иных энергетических структур неотождествленного характера наблюдение за работой часов экспонометров и другой экспедиционной техники фиксация их отклонений от нормы или выхода из строя оперативное установление причин и регистрация эпизода обращение особого внимания на работу сознания в зоне А а также на продолжение работы сознания во сне введение в действие практики контролируемого сна оказание помощи местному населению врачебной технической культурной и прочее сбор информации на интересующую тему при осуществлении контакта с информами инфорами на любом уровне всегда помнить о высокой ответственности за каждого члена экспедиции как дипломатического представителя человеческой цивилизации за передаваемую информацию определение по возможности уровня контакта и соответственно попытка познать природу инфоров и НЛО как была выполнена эта насыщенная программа читатель узнает несколько ниже сверх программы всем было интересно узнать по каким причинам НЛО для своего частого посещения выбрали именно зону А влияет ли НЛО на изменение погоды и так далее конечно выполнение указанной программы можно было осуществить только с переходом на новые уровни уфологии от сбора информационного банка и доказательств реальности НЛО до иного качественного процесса работы над проблемой то есть к переходу от анализа каждого факта к интегральному синтезу и корреляции набранной информации от контактеров к овладению законами связей с инфорами предварительному практику предварительную практику как опытные специалисты так и начинающие проходили недалеко от Бишкека в ущелье Кигеты под руководством опытного инструктора по горному туризму старшего инструктора бишкекской городской турбазы М.М. Михайлова как выяснилось и в этом регионе тоже есть возможность экспериментировать для выхода на инфоров сегодня мы отчасти выяснили что зона А существует не случайно во-первых в этом регионе находятся колоссальные залежи золота в химическом химически расщепленном виде для обработки одной тонной руды требуется очень сложный биохимический процесс который под силу только мощному индустриальному комбинату выход чистой продукции 1 грамм из одной тонны а золото как известно имеет ценность не только для валютно-коммерческих операций оно необходимо в микросхемах и для других целей поэтому оно может интересовать не только человеческую цивилизацию сейчас видео отключится поэтому я завершаю это видео сейчас и спрашиваю вас стоит ли мне продолжать потому что у меня энергетика нарастает там что-то интересное возможно будет лично для меня возможно и для вас вы решаете своими голосами комментариями и количеством просмотров на этом все пока